шипер бокс как я сказал это максимально базовый плагин базовый должен быть у всех что вообще такое шипер бокс сейчас какой перейду перейдем на какой-нибудь драман бейсный бпм честно кинем какой-нибудь давайте не знаю там пофиг сервисер маки вот шипер бокс это мульти эффекта те кто не знают вот так вот он выглядит у меня третья версия в целом вторая версия плюс-минус то же самое так что если вы например на 2 все еще сидите ничего страшного нет примерно все то же самое 3 кое-что добавили но если честно прямо каких-то значительных изменений там ну нету короче то есть все в целом что одинаково пример но да то есть шипер бокс мульти эффектор у него целых девять модулей ну вот главное то еще вот эти два дополнительные вот дополнительный модуль я честно вообще не понимаю зачем они тут нужны но вот почему-то кей булга из эта фирма решили их добавить вот модуля со скопа ничем особо не примечательный но при единстве что у него есть синкта то есть типа может быть это удобно но не знаю мне лично со скопы другие нравятся тут же бесплатный wave observer допустим гораздо прикольнее как моему помню мне кажется по крайней мере но окей он есть и компрессор зачем компрессор тоже непонятно но вот есть компрессор это причем мульти бэнд компрессор точнее это даже хотя до мульти бэнд получается тут вот можно разделить на три полосы и по разному компрессору окей вот у кого нет мульти бэнд компрессора там под рукой в целом шепер бокс может его тоже заменить но единство что пригрю он мало отличается по функциям от того же там встроенного компрессора мульти бэнд вейблтоне короче например там везде сейчас есть мульти бэнд компрессор в любой давке поэтому тоже так себе модуль может быть пригождается но что тот что тот нафиг не нужны мне стало скучно тыкать в экраны начинают кладывать на мс мс это чё а типа на на ком да короче нам более интересны вот эти все модули time drive и все остальное поэтому сегодня по разбираемся чё эти модули делают имеет ли смысл вообще их как-то тут выстраивать или может быть просто тыкать пресеты вот ну я покажу для чего я например использую начнем с модуля time time ну собственно говоря как из названия выходит это модуль который всячески управляет временем печем получается но для примера что может модуль тайма давайте сейчас кстати шипер бокс сейчас накинул какой-нибудь например лупец ну драм луп да допустим там любой вот допустим какой-то драм лупчик у нас есть и например с помощью модуля time мы можем делать какие штуки например мы можем делать сбивки вот пока ничего не происходит то есть чтобы происходило в этом модуле time нужно выбрать какой-то из этих пресетов как минимум вот тут там basic статор довольно много этих кривых да там уже можно ничего даже саму не прорисовывать просто криво выбирать допустим выберем такую и у нас из этого битка получится сбивка опа или такая или такая короче прям буквально за одну микросекунду можно сделать сбивку из любого вообще драм лупа то есть просто перетыкивать эти драм лупы буквально да там на какой-нибудь другой херакс другая сбивка вот вообще и идеально для создания например тоже самое электронной музыки особенно когда не хочется долго думать а хочется просто накинуть какой-нибудь один плагин и он тебе хрена сделает вот в чем прикол вот это вот этой всей штуки то есть кроме того что но она сможет может собственно говоря манипулировать вот этим временем да то есть ну типа как бы нарезая получается это еще и по сути работая с печем то есть например участвует если у нас все вот эти шаги да то есть они дискретные типов клубы клубка есть например сделаю какой-то вот такой вот более плавные например от уберем до одну точку у нас еще и печь будет меняться в этом месте что звучит уже кстати довольно интересно вот и что самое для меня прикольно то есть вообще это мега фишка шейпер бокса который сейчас я покажу больше в самом дизайне баса наверно то есть на барабанах это странно будет смотреться но все равно есть рандомизация рандомизация вообще те кто не знает продакшене рандом это наша все это буквально вот 99 процентов каких-то крутых идей получается рандомно вот поэтому тыкаем кнопочку рандом вот это вот кубик и получаем какую-то странную и непонятную кривую которая делает из наших ну допустим сейчас барабанов вот такой звук вроде как для барабанов ничего интересного но давайте попробуем например это на бас тот же самый сейчас сделаю какой-нибудь к парте очку баса например сделаем буквально на одной ноте да сейчас возьмем чего-нибудь любой любой бас ну пусть будет какой так это слишком высоко нам надо пониже например вот такой басла history привет всем остальным кто подключается здорово если я накину на вот это вот но вот этот бас шейпер бокс вот с моим вот этим модулем time вот давайте послушаем что теперь будет происходить с ним и это дичь иногда может ну вылиться в какой-то супер интересный звук удачи еще потыкаем сейчас еще потыкаем какие-нибудь пресеты сейчас вот такое было такое вот у нас стало если с первого взгляда кажется что ну типа ну и чуть заговни на дату счет счет и сделал ну-ка получился какая-то рандомная хрень до которая даже вроде как несколько никуда не применишь на самом деле нет на самом деле в чем sound design то вообще у нас наш состоит там основном и как вообще шей по боксам по идее надо работать правильно ну по крайней мере как я с ним работаю считаю что это но более-менее адекватно его нужно сзади сэмплить то есть вот то что из него сейчас выходит это действительно срань ну типа вот как вот это применять да там как вот из этого сделать какой-то трек да никак но если это за ресэмплить то есть например тут же вы будто не там через free сделать в битвике у вас есть bounce в филке какой-то нибудь этот эдисон короче у нас получается крайне необычная интересная заготовочка вот например такая и уже дальше работать в аудио короче надо то есть шейпер бокс это по сути такой ну реле ящик пандоры коробка пандора блин ты из него ника не знаешь что ты из него получишь данном случае не самый удачный пример какой-то давайте еще может какой-нибудь другой пресет по пресет потыкаем вот то есть шейпер бокс он вот этим и силен что можно просто через него пропуская ну там разные какие-то пресеты блин вот получать вот такую вот эту сейчас еще потыкаем это рандом напоминаю ну-ка это чё это жёстко было может побыстрее сделать что ли или какой-нибудь другой басец подключить так чё у нас тут есть еще вот короче всю эту хрень надо записывать постоянно и ну получать вот эти заготовки то есть вот в этом по идее ну как я считаю правильный подход при работе шейпер боксом это будет касаться не только этого модуля на самом деле это будет касаться в остальных тоже модулей вот и вот надо ресеплить вот это ну как бы основная такая фишка да то есть и там уже вот эти вот всякие штуки можно всячески перерабатывать чтобы получать всякую дикую дичь а вот то есть вот этим шейпер бокс и интересе ну конкретно вот этот модуль на все остальные целом на него тоже похоже причем естественно можно прорисовать что-то свое то есть допустим если так по моему у меня тут слишком высокий просто был сэмпл этот они нормально вот то есть можно естественно рисовать что-то вот сейчас кинем на дефолтную кривую вот и рисовать например какие-то свои там приколы тоже можно дискретно можно с переходом печа вот ну мне я это такое не люблю мне нравится именно рандом и чё еще прикольно тут можно например рандомить именно в конкретном месте вот что мне тоже очень нравится например вот мне нравится допустим там первая часть да а вот это я бы хотел зарандомить то есть я могу просто выделить эти эти точки которые мне типа надо за рандомить вот они выделились нажимаем рандом херакс все работы то есть не обязательно как бы рандомизировать все подряд да то есть можно вот какой-то конкретный кусочек опять же это для там сбивок годится ну короче вот это прям мега тема ну просто послушайте какая получается дичь да то есть в целом любой пресет перед пропускаю через это и ну получаем супер какой-то интересный новый байслайн а это пока только модуль тайм вот естественно все это привязывается к bpm то есть но сейчас у нас происходит синг так вот двум тактом получается может делать быстрее можно медленнее можно другой ритм включать можно общем на хрен отвязать от любого bpm а что было в керц в герцах но не знаю кому это надо конечно мне мне например не надо можно мультибэнд включить допустим чтобы вот это хрень она работала например только на мид то есть допустим если типа крутим вас да то есть нам например нужен sub стабильно ну мы хотим чтобы у нас вот это все все это дичь происходило только в середине пожалуйста отделяем отдельно сапси никак он не трогается тут прин такой звук что все идеально это мега офигенная штука не только для басов но и для басов том числе то есть если есть шейпер бокс и хотя бы вот некоторые знания про тем про то как им пользоваться но все никаких нет вопросов по созданию там не знаю разнообразие баса самом дизайна баса включаем шейпер бокс сидим полчаса ну или там 15 минут записываем всю все что он выдает до меня какие-то параметры и потом вот из этого из этой кучи выбираем то что более самое интересное вот так это все происходит а происходит у большинства продюсеров на самом деле так что тут секрета никакого нет на самом деле что еще есть да в целом ну вот эти все кривые можно менять если кому-то это интересно то есть можно еще рисовать всякими разными другими кривыми да там прям такое чего-то окей это норма с тема мы прямо из таких супер полезных фич больше здесь особо ничего нет есть привязка к аудио но вот именно в тайм я не знаю с модуль из нахрена нам нужно она нам будет полезно в модуле волюм о котором мы попозже поговорим можно делать какие-то кастомные вот эти свои кривые их сохранять ну короче это прям супер пушка на самом деле то есть и для баса и для чего угодно пропускать через него через этот модуль тайм ну все и барабаны и бас и синты и вокалы смотрите что получается записывайте ну и будет и будет все круто антон здоровым сверху еще слоя 34 enigma для движения да 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 то есть короче это мы еще не дошли до других модулей подождите это пока только один модуль вот он уже такую дичь творит вот очень еще раз повторяю важная кнопочка рандома рандом это или наше все и мега офигенная штука что можно выбирать что рандомизировать не все подряд а вот только конкретно какое-то место например это прям мега хрена вот что еще есть модуль драйв это собственно говоря дисторшн который вообще можно пользоваться тупо как обыкновенным дисторшном то есть у него тут есть все стандартные ну типа виды старшина софт клип хард клип то есть можем например взять и задистортить этот бас звучит неплохо но опять же его сила в том что он мульти бэнд во первых то есть мы можем опять же отделить наш сап на хрен то есть сатурн не нужен больше вот этот источник шейпер боксе делает то же самое и конечно вот все вот эти кривые но давайте попробуем за хреначить какой-нибудь ритм вот тут опять же есть забитые пресетики всякие разные рана здорово да роман привет так ну давайте за рандомим посмотрим что нам он сделает не сапси таки оставим да ну то есть вот уже появляется какое-то движение дисторшина но дисторшин не так просто применяется его нужно наверно после фильтра больше хреначить о модуле фильтр по часто же поговорим вот но вот эта тема тоже очень крутая то есть если кто не знал допустим в том же нейрофанки в басе там нейрофанка да то есть очень много движения за счет дисторшина вот этого происходит вот поэтому ну дисторшин если чем мы используем тут есть какие-то функции которые управляют дисторшином дата звучания дисторшина вот всякий акцент гриб но в принципе вот конкретно что они описывают всегда написано здесь внизу то есть ну вот под этим вот в этой строчке то есть можно прям прочитать дисторшин реакцию quiet parts в форме люсов ритейн динамикс неплохая функция то есть он более динамичные становятся акцент ночью о о еще покрутим ну здесь да не сильно слышно наверное потому что звук сам по себе такой вот мне в целом нравится обычно его подмешивать до в каком-то количестве вот ну как бы и вообще экспериментировать с этим случайным разных модулей ну вот уже уже другой звук если слишком много просто какого-то но и за что вот он нам тогда придал движение вот был такой звук да тут как задержкой давай посмотрим задержка шипер бокса 16 036 миллисекунд задержки считай нету ну самая какая-то с минимальная так что до multiband distortion который работает почти без задержки с этими дичайшими кривыми с кучей вида сатурации ладно как бы стоит отдать должное у сатурна тоже есть модуляция у сатурна тоже есть куча сатурации видов дисторшина возможно даже больше но все равно как бы шипер бокс как минимум почти такой же по крутости а вот благодаря ратомизации всякой такой сране это еще еще кучу о-о-о во пошла жара ну-ка сейчас еще с таймом совместим это посмотрим как чё получилось так какую-нибудь может быть не сильно сложную кривую допустим такую а может наоборот посложнее надо что ли да вот было бы еще можно как-нибудь управлять количеством этого печа да то есть ну как сильно он вверх-вниз уходит к сожалению нету пока ну то есть типа только вот менуал типа вот так вот брать вот но все равно прикольно то есть мне drive постоянно модуль тоже использую как и в этот тайм вот офигенная фишка что делать смуз смуз немножечко нам вот эту линию сглаживает не знаю толком если честно зачем он здесь нужен то есть больше это все таки для модуля волюм который попозже мы разберем ну да то есть вот движняк появился вот так ничего нет так есть это на из-за гриппа этого во всем грипп виноват вот чисто да вот нейрофанка вообще офигенно будет заходить но еще раз повторяю это надо ресэмплить все ресэмплить обязательно модуль но из один из вообще супер недооцененных модулей вот то есть модуль но из позволяет очень много чего делать на самом деле ну вот во первых да то есть чё он в целом то делает сейчас я те там мой шипер бокс кинем его а давайте пока на басе там останемся стена 1 на лимитер кинуть это минус уши будут от этого всего есть же микс ползунок ну да микс ползунок есть вот то есть в двух словах модуль но из позволяет нам не поверите добавить но из до какой-то причем здесь не только но есть обычно здесь есть куча разных вообще но это в общем convolution генератор да то есть у нас есть какие-то тип сэмпл импульсов да там чего-то например да там какой-то преампа например или айда или чего угодно и это можно подмешать каком-то количестве к оригинальным вот например в чем сила этой штуки на самом деле ну кроме того что очевидно можем подмешивать всякие прикольные те же самые шумы да то есть например к нашему нашему бейслайн у которого шума нет то есть вот допустим вот этот бас он довольно у него мало верха да я могу к нему но и запад мешать потом еще это сверху например сзади стартить и вот уже получается поприкольнее жир если честно то есть ну те кто драмам бейс например электронную танцевальную музыку пишет то есть они должны вот этот звук примерно уже узнавать вот но из для этого полезен но но есть еще очень крут благодаря своим свои and love то есть тут у него есть ну типа вообще вот этого модуля да то есть секция под модуль ангела которая позволяет добавлять его именно на какие-то ну всплески то звука то есть например набор на те же самые барабаны подавать сейчас попробую показать прикол как можно вообще оживлять да то есть те же самые например глухие драмсы вот барабаны которые специально сделал более глухими но 2 верха у них не очень много типа весь вверх срезан берем шипер бокс значит упс не туда вот сюда вот и уже видим что он добавляется не просто этот но из-за то есть как попал он добавляется на удар то есть работает вот этот энгелоп вот энгелоп включен по умолчанию мы можем например регулировать то то есть там дикей релиз вот этого того что добавляется то есть например мне нравится делать маленький релиз маленький холд маленькую атаку что по сути добавлялись вот эти такие точечки небольшие да например вот можно это эквализовывать но сделаю допустим это больше как какие-то полухой хиты пол такие трензиент да вот сожалению по моему меньше их сделать еще нельзя насколько я понимаю хотя можно на их убыстрить аудио прилеплять вот хотелось бы чтобы они были еще короче чтобы можно было прям совсем делать коротко но все равно то есть даже даже вот это уже да то есть то что добавили позволяет из таких драмсов например сделать вот такие то есть ну вообще можно оживить практически вот этим добавлением но из-за даты с любой тухлый какой-то глухой звук вот вот этим очень прикольно ну вот этот вот модуль работает блин какого хрена нельзя меньше сделать можно это не то а подожди а может быть если вот так вот сделать может быть просто тупо рубать ну вот так можно сделать тоже вот совсем короткий вот почти незаметно до что он добавляется но как было вот так было вот замечаете разницу вот если посмотреть да то есть даже на картинку без шейпер бокса верхов нету и шейпер боксом папа магия ленора вот все вообще практически незаметно что добавляется какой-то какой-то нойзик да а вот так такое дерьмо было вот можно пропускать через вот этот пресет дату с нойзом любые какие-то старые брейки те же самые вот которые часто страдают того что они просто тупо глухие да там стрёмные но вот допустим у меня есть classic breaks эмфосисные которые я делал давайте послушаем как будут звучать например этот брейк с нашим нойзиком вот без него он так звучит ладно уберем этот фильтр а с ним вот добавляется немножечко еще остроты вот такая короче крайне рекомендую вот если кто-то например делает с нейро и те же самые до самостоятельно то есть можно тоже делать хвоста с нейро потому что до хрена всяких разных шумов можно делать хвост нейро его шеи 5 как-то ну в общем это вообще вышка то есть добавление шума кто не знал в продакшене это мега важная технология то есть везде участвует то есть от битов до пасов и вокалов на самом деле тоже вот экспериментите с вот этими штуками разными по моему свои по моему нельзя загружать к сожалению может быть как-то и можно они вот юзер шоу users но из фолдер так ну-ка а вот да можно ну-ка сейчас прикольнемся вот если я например какой-нибудь басец загружу сюда на любой сэмпл да там какой-нибудь например такой какой тут маленький самый вот такой вот например смогу его загрузить банк загрузил ну и чем у меня появился в шипер боксе интересно да вот загрузился теперь свой сэмпл баса можно подмешивать еще к чему угодно но вообще жесть на самом деле вот короче но из модуль но из постоянно используется если честно я прям не знаю иногда без него невозможно просто мастеринг сделать каких-то треков тухло звучащих дату сил просто прокачивать и же самые басы еще дополнительным но сам короче кайфарик если честно окей чё еще есть модуль фильтр то есть это конечно тоже охрененный саунд дизайнерский модуль то есть фильтр ну блин не представляю как можно делать хоть какой-то саунд дизайн тех же басов без модуля фильтр дать потыкаем то есть вообще так то это фильтр и фильтр ничем не примечательный типа но окей можем можем связать частоты ну тут причем фильтры довольно стандартные то есть тут ничего нету такого прям необычного да как в рифте каком-нибудь тут вот прям супер стандарт low pass high pass band pass ночи пик да то есть все ничего ничего интересного вот интересность конечно появляется когда мы опять начинаем вот эту вот хрень нашу рандомную делать ну давайте возьмем какой-то ритм и опять за рандоме так сейчас на какой-то приседе поинтереснее взять это этот какой-то прям посос так че тут у нас есть не знаю какой-то ой повышено нас взять да и блин сером и шейпер бокс нет слишком быстро наверно вот причем здесь можно даже отдельно кривые риск готов и резонанса типа вот это не очень для редких модулей работает но вот в фильтре работает то есть можно у готова сделать свою кривую и у резонанса сделать например свою кривую попробуем потыкать вот но для басов тех же самых это периодически ну прикольно заходит вот у меня теперь к тыкву на них у меня разные кривые что-то резонанс не впечатляет вот это вот уже поинтересней так давайте скомбинируем это например с модулем дисторшина еще у нас тут есть дичь и еще сверху модуль модуль тайм полирнем модулям тайм так тоже чем по рандом им так надо из деторшина убрать сап и вот это тоже убрать хотя не так наверно вот для чего компрессор был как раз нужен да зачем они его здесь придумали чтобы вот это шлифануть типа тихий тихий был звук после всех этих модулей еще раз что было такой звук был стал такой ну блин это уже можно представить как минимум как какой-то бас да то есть ну там окей может быть это не полный там бейслайн ну какая-то вот его часть да там небольшая потыкаем например еще пару раз в каждый модуль на рандом послушаем теперь как звучит теперь уже странно звучит вот ну да то есть тут надо прям сидеть и отлавливать что-то интересное но не всегда стреляет на самом деле то есть иногда ну сидишь 15 минут и какая-то выпадает но иногда вот в чем самый прикол иногда выпадает такие штуки которые создать просто невозможно вот когда кто-то говорит а вот и слышал там бас вот у нойзи там вот так вот делает вот это скорее всего сделано рандомизации вы можете как это шипер боксом да то есть мы вообще вот типа это рандом из рандомов выпадает что-то прикольно те кто играл в какие-нибудь типа эти рпгшки типа diablo например второго знаю что там при надо 100 часов просидеть чтобы тебе какая-нибудь легендарка выпала вот здесь считайте точно такое сидеть и немножко гриндить короче но ничего это все равно легче чем пытаться из головы что-то вытянуть когда не получается вот ну и естественно напоминаю просто про подход продакшена основное что нужно разделять свои сессии типа делать отдельные сессии под sound дизайн то есть например генерить вас с помощью шипер бокса какие-то сэмплы например складывать в папочку и потом в отдельной сессии уже пытаться из них треки писать то есть не надо это делать прям ну садится и пытаться вот шипер бокса вы же что-то годное то есть это нужно родили разделяется он дизайн и ну создание трек вот в общем модуль фильтр с одной стороны ничего необычного все то же самое есть все эти синхронизации все этот рандом все эти кривые которые можно прорисовывать и отдельно и в общем вот но и говорю вот он из того что может вот рандомизация наверно вот решает вообще вот серьезно не было бы рандомизации я бы может сказал что говно то есть ну фильтра фильтра то есть ничего такого необычного конечно маловато настроек хотелось бы какой-нибудь настроек настройку дисторшина дополнительно больше видов фильтров потому что это все стандартная прям хрень ничего такого супер интересного в этих фильтрах нет но все равно мне он вполне нравится то есть этот фильтр шипер боксовский вообще в целом можно пользоваться как просто обычным фильтром кстати а можно интересно скинуть на дефолт так а вот так свет фиото шипкор вот то есть можно тупо им пользоваться как фильтром очень хорошо звучит вполне такой аналоговый сайн sound стерео странное дерьмо это возможность как бы фильтровать либо левый либо правый канал не знаю зачем конкретно это нужно это больше скорее сюда каких-то таких отбитых эффектиков вот всяких разных но да а ну она есть странно что она не рандомится никак на то есть мы ничего с ними особо не можем сделать и кстати да по поводу рандома смотрите как это работает здесь то есть чтобы потом не говорили типа чё у меня ничего не работают я нажимаю на кнопочку рандом ничего не происходит да тупо линия вот это вот она верх не исходит чтобы но это рандомизация точек то есть короче вот чем больше точек на вот этой линии да например то есть так ну тогда это будет рандомиться как-то вот поэтому надо выбрать какую-нибудь любую вообще вот из пресетов этой линии да можно более комплексную можно менее комплексную короче нужны точки вот чтобы точек этих было побольше и тогда это будет рандомиться но это прикольно опять же взяли сохранили понравилась кривая которая получилась сохранили потом хорошечно звучит а если какой-то за типа выбирать вот ну ладно я думаю более менее понятно фильтр он и в африке фильтр так чё у нас еще есть модуль liquid вот liquid это собственно говоря всякие флэнджеры и пейзеры унышни флэнджер и фейзер хоруса почему-то нет это сразу скажу вообще не моя любимая тема я не фанат не флэнджер они фейзера фейзер более-менее чем-то прикольно прикольный особенно на басах иногда но звучит с эти довольно жирно ну не неплохо него звучит вообще прям неплохенько так давайте посмотрим чё нам рандомизация позволит сделать интересно из этого сейчас потыкаем такую ну как я и говорил то есть это странное дерьмо может быть в ресэмплинге да для того чтобы там тембр еще как-нибудь поинтереснее сделать то есть ну типа может зайти вот мест я слабо представляю практически никогда не использовал эту штуку вот скорее всего я бы здесь рандомизации не занимался то есть просто в качестве такого-то измеря и изменял ки тембра немножко бы оставил фильтр может серыми ключи чтобы тут корректно работал так он там и корректно работает а тут фильтра и так нету в серыми сером же это чисто источник звука до источник тем вот но прикол опять же в мульти бэнд все в шейпер бокс и третьим по крайней мере стала мульти бэнд овский это хорошо с одной стороны другой стороны ну как может и не всегда надо вот но те кто крутят басы помните что основной принцип при обработке баса не трогать сап да то есть вот сап у нас не затронутый здесь уже творим чего хотим кстати как а вот так да вот of можно здесь оффнуть здесь например в миде только фейзер у нас вот и получается нормас такой да какой-то какое-то движение хоть какой-никакой побыстрее можно вот интересно если просто например джим энвелопа вот и я сейчас что-то задумался он всегда в режиме лафошки работает то есть ну вот эта штука она постоянно меняется 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 об режиме энвелопа можно можно ли нам это сделать что-то я вот не нахожу for link по-по-по-по-по-по-по можно ли сделать режим envelope слушаю по моему нет это печально на самом деле ну либо я не вижу так с первого взгляда подожди так вот же прямо написано nv или это что или это не то нет это не это не то я погодите давайте еще другой модуль который более понятно как звучит при работе вот фильтр например так вот у меня допустим вот такая вот штуковина хочу чтобы она работала как ангела то есть ну типа один раз прошла и все как мне это сделать все свиноке прикольная штука но это не для то не для того что нужно кто-нибудь знает как им envelope включить шипер боксе не меди это точно не то это миди триггер аудио так ну аудио что ли ну получается так ну да интересно не думаю что аудио работает в качестве вот этого энделопа ну дарили работает только аудио ну nice хорошо вот потому что иногда все-таки envelope короче нужен то есть не надо чтобы он постоянно там в лапошки в это крутился так что такое detail явно не то так ну вот я смотрю что она не триггерится как-то дам сейчас работает например до этого как будто бы не работала ну короче надо разбираться немножко как вот перевести в нормальный человеческий режим энделопа ну вроде как это в аудио есть но помню просто что чем лфо от энделопа отличается лафона постоянно крутится да то есть она циклично работает то есть он будет вам менять там п п п п п п п п а энделоп он одноразовый то есть он раз просто сделал до свои изменения например и все и пропал больше не работает то есть иногда и такое нужно и такое нужно вот поэтому ну надо чтобы это здесь было ну да получается в режиме аудио почему-то это только работает короче liquid хз кому надо если честно можно использовать мне например не надо я вот фейзеры курсы флэнджеры не особо котирую вот но фейнер фейзер ничего можно наверно пользоваться модуль краш ну бит крашером на в африке бит крашер то есть это уже обычная обычная бит крашер опять же мульти бэнд за что ему спасибо вот советуем бит крашить например какую-нибудь верхнюю середину или верха то есть прикольнее всего заходит такой получается хрустящий звук немножечко особенно вот у там басов например всяких да прикольно может заходить resimple короче ничего необычного обыкновенный бит крашер хз зачем он здесь вообще нужен ну скорее всего таких-то именно странных там эффектов да окей есть да есть даже рандомайзер вот не могу представить где бы я например использовал бит крашер то есть я бы скорее всего его использовал просто без рандомайзер но можно иногда можно попробовать вот уйти да то есть своих стандартных вот этих модулей потому что на самом деле здесь конечно time drive но из фильтр это вот она волюм это основные модули вот с которым вообще работать стоит первую очередь даже на на в первую очередь time фильтр и волюм я бы сказал вот потом можно полировать вот всякими дополнительными там но и ими крашами вот я без честно не особо вижу зачем нам нужно нужен бит крашер здесь обязательно но есть и есть хорошо те кто не знает бит крашер это типа деградация качества вот выражается в том что звук становится более ну не знаю как как бы сказать 8 битным что ли тема неплохая иногда прямо хорошо заходит ну вы и вот они в любых секенсах есть бит кашек короче ну тут спасибо что мой типа так модуль воли один из самых полезных вообще модулей ради чего в целом многие шейпер бокс ставят то есть тут есть и сайт эмуляция сайчейна типа нужен сайчейн вкорячиваем одну эту штуку все работает есть аудио триггер третьем да вот кстати вспомнил что добавили в этом в ну третьей версии шейпер бокса да то есть это аудио триггер и это мега полезная штука вот допустим опять же на драм лупе покажу драм луп включаем так давайте часы в ресет ну и нет то здесь ну естественно есть всякие вот эти ритмы все то же самое ничего необычного можно поприкалываться чтобы сделать какой-то может немножко луп переработать например да вот нас больше интересует вот аудио триггер то есть в аудио триггере он начинает работать ну триггерится на какой-то удар это ну там на аудио то любой поступающий это можно настроить вот здесь в настройках например можно указать на что конкретно будет триггерится настроить детальность этого input фильтр чтобы например он триггерился там на кике не триггерился триггерился только например на сны да то есть или на хай-хет вот и естественно здесь уже начинается вот такая вот возня то есть мы допустим можем даже например делать короче сэмпл как как вам такая вот штука типа полноценного барабана да и драм лупа как насчет убрать весь ревер например или допустим если иногда есть какой-то ну такой неприятный неприятная атака да там у какого-то кика у снейра можно и убрать можно сгладить как насчет вот такого человеческого максимально понятного и круто настраиваемого трензин шейпер а практически дают вот херакс атаки нету мы круто же вот все вообще ничего не надо делать сделали коротенький барабаны да там или убрали например атаку естественно я молчу про то что можно делать какие-то странные штуки то есть пытаясь там не знаю ну какую такую херню например айкеты все вырезали вот ну короче короче это жесть на самом деле то есть вот этот волю модуль он за счет аудио триггеров стал просто каким-то нереально юзабельным потому что раньше это было типа сайдчейн да там какие-то кривые наделали ничего такого необычного тоудио триггер это прям бомба это бомба вот можно опять же для саунд дизайна баса того же используются например вот я хочу чтобы у меня допустим этот бас но это было чисто степ до такой то есть кто не знает там стеб это короткие басовый звук то есть не такой вот протяженный тату все хочу чтобы он просто был коротенький бам все у меня теперь степ только надо убрать конечно может быть какой-нибудь еще вот здесь прорисовать то есть короче сделал делаем форму звука да получается а потом подбираем сам звук то есть например вот я сделал например как он такой и стежу например перебираю просто тупо пресеты другие так пресеты пресеты так только бы хотелось чтобы это все в режиме n вела по все-таки работала но по-моему ни хрена не работает режиме лопада почему она перестала работать же меню лопа вот какого хрена может быть не все модули типа могут режим режиме на работе хочу только ну чтобы он вот один раз вот так вот сделал да и все больше не работал как это сделать все равно все равно продолжает это конечно печально может быть все все-таки в синке должен быть как бы за уши можно притянуть вот сейчас такого звука который может быть мне вообще не нужен был да то есть чисто вот такой стебовый тоже часто технология для создания того же баса например да то есть когда мы делаем просто сначала как бы форму ну прям длительность а там этого баса потом подбираем под него какой-нибудь какой-нибудь уже звук какой-нибудь пресет а если еще добавить тайм например с печен ну-ка давай тайм все-таки странно конечно работает этот модуль тайм работой вообще почему-то перестал чё-либо делать в принципе они что-то делает как не сделать чтобы он печь повышал короче чуть-чуть это все таки не интуитивно иногда работает но но работает слава мы тут крутим реле ручки всякие это да вот шепер бокс круто вот короче тема неплохая модуль вольем очень часто применяется вот для шейпинга там чего угодно да то есть барабанов до этого аудио триггер вот на модуле вольем крайне советую использовать вот мы практически на других нигде не используется вот на модуле вольем в основном он используется это вот аудио триггер ну а тогда то есть той же самой рандомизация тот же самый мульти бэнд можно например по прикалываться типа делая какой-нибудь не знаю прям хай-хет и вырезать да например только из верхов допустим ну короче можно много чего сделать на самом деле стом модулем волюмом так что штука не штука неплохая кстати он что сохраняет мне кривые везде любых модурах получается ну ладно можно открыть кстати на полную не знаю кому это надо конечно да то есть кому так не видно мне вот так например тоже нормально видно но это на полный экран можно открыть эту кривую если сильно захотеть но и осталось два модуля буквально ну и самых бесполезных вот серьезно вот вот эти два модуля и вообще не понимаю за них еще деньги на самом деле берут кто знает шейпер бокс странно распространяется вот эти модули они короче отдельно можно покупать то прием можно бесплатный шейпер бокс как бы основу взять и потом докупить к не вот к нему только из ну-ка это модули которые нужны на то есть ну или там они иногда бесплатно раздаются вот можно конечно полностью купить шейпер бокс но можно по модулям то есть по сути тут ну прям маст хэвных модуля я бы сказал ну наверно три вот по моей версии это но из тайм и вольем то есть это маст хэвные средние которые тоже бы желательно это фильтр drive liquid да и ну три которые хз зачем нужны то есть по мне это вообще лишняя хрень это краш вице пэн ну все равно давайте посмотрим пэн панорама собственно говоря то что вы ожидаете то она и делает вот у нее есть единственная интересная фишка это эффект хаоса встроенный то есть вот есть например кто не знает эффект хаоса также пониже сделан позволяет все в до расширить любой звук то есть например вот у нас полностью моно моно частота до купила это вот я могу сделать вот на эффект хаоса и типа сделать ее пошире вот сразу говорю эффект хаоса это полная хрень и вообще потому что в моно он сливается во фленджер давайте допустим послушаем если допустим так сделал вот моно сейчас включил да там уже начинает слышно так то в стерео конечно его нет но вот моно он сливается здесь еще неплохо относительно это звучит потому что обычный эффект хаоса это полная хрень то есть он прямо во фленджер дичайший сливается слышно что есть и за это спасибо вот в остальном ну вот этот панорама да то есть модуль он чисто для каких-то супер редких эффектов вообще нужен не знаю может быть на педы какие-то пригодится то есть принципе шейпер бокс это очень универсальный плагин который на любые звуки заходят да то есть от басов там барабанов до педов и вокалов поэтому можно попробовать я никогда если честно его не применял вау раскидали по левому правому каналу как круто зачем это надо ну короче да только вот для каких-то педов наверно пригодится сонетик с артем здорово ну-ка сейчас подключу ну-ка ну-ка может быть может быть для педов вот но я вообще не вижу сейчас но в этом необходимости только как бы панораму ну вы будто не например есть автопан очень хороший плагин встроенный да то есть но это как бы тоже зачем он здесь нужен есть и есть есть кстати картинка нормальная которым можно пользоваться для того чтобы смотреть стерео ну там картину до своего звука например то есть тут это видно довольно красивая а кстати ну да открыть на полную к сожалению нельзя порчен он ли наши разница теперь час во времени ну у меня сейчас на самом деле тоже минус час получается с московским времени по сравнению с московским у меня минус час но как бы по московскому времени все равно больше работаем ну и модуль виз тоже очень странная хрень то есть одной стороны казалось бы да то есть ну окей мы можем сделать поуже пошире но это только если есть стерео информация то есть например если это полностью моно звук ничего работать не будет то есть если бы хотя бы быть здесь вот в этом модуле видится было бы стерео расширения и это был бы мульти бэн ну типа вот как вы в мейджере то есть топ и мейджер там где у нас есть этот сейчас покажу там как бы тоже точно такое же практически что вот этот вот модуль виз но там есть псевдо стерео вот этот кнопочек стерео из который позволяет даже моно звук превратить в стерео так ну добавить ему стерео но все это не очень хорошая но в целом пойдет очень часто помогает здесь это вообще нет то есть зачем этот модуль виз тоже непонятно причем со всякими этими опять фишками типа рандомизации да там ритмов какого-то вот 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 зачем это но сейчас я сделаю например во у меня сужается расширяется звук как круто наверное для эффекта в целом может где-нибудь законать какого-нибудь сам дизайна fx of да почему бы нет но это настолько настолько местечковая короче штука что вообще не знаю я по крайней мере ну не могу придумать ему применение вот хороший бы был модуль я бы сказал что прямо неплохой если было бы вот это вот псевдо стерео расширения то сожалению его нет и ну тогда это полная хрень если честно то есть этот модуль по он же самый крутой это модуль noise ну да вот у меня все таки три этих модуля который по моей версии самые крутые маст хэвные это конечно тайм это вообще мега пушка нереально крутой модуль супер креативный тут можно делать просто такие лютые штуки которые ну блин которые потом будут слушать и говорите а как ты это сделал я свежая хз сидел 15 минут модули таймер шейпер боксе говорилось это да это модуль волиум который очень много чего позволяет делать от сайчей на который нужен обязательно практически мультибренд сайчей на напоминаю то есть может мы можем например сочинить только например низ что очень важно например ну для те того же там баса шейпить барабаны можно короче очень много чем можно делать ритмы какие-то новые абсолютно другие попробуйте например тупо на вот любой статичный звук дата с какой-нибудь там просто отстойный пэт налепить вот какой-нибудь такую такую кривую ну все это ритм какой-то да то есть это уже не просто одно и то же тоже какой-то ритм конечно бы хотелось настройки рандомизации имеет еще вот вообще это рандомизация это очень крутая штука но хотелось бы какие-то диапазоны хотя бы дату чтобы он может быть рандомизировал вот я бы хотел чтобы например рандомизация была все равно всегда вот такая вот дискретно типа в клубы колда получается тут она мне всегда делает вот эти вот кривые какие-то то есть мне это не всегда хочется к сожалению этого сделать нельзя но это умножение на 2 нахер не надо вот то есть немножко не докрутили все-таки рандом но все равно это этого супер крутая штука вот ну да и модуль но из которой тоже очень неплохой он позволяет сам дизайном очень много чего делать оживлять барабаны добавляя к ним дополнительно вот эти трейдин ты но изовые то небольшие бас басом добавлять шумы какие-то которые очень хорошо для них работают и кстати советую попробовать всякие странные вот типа не помню какой тут был такие прям голоса короче иногда есть такие прям шумы как какой-то голос то есть и это дико прикольно заходит на тот же бас да то есть когда у тебя играет там басом какой-то такой прям интересный эффект получается вот тоже поэкспериментируйте с этими с ритмами наложения ну вот да то есть он уже что-то нам дает вот короче штука годная вот но может быть не для всех то есть если вообще стоит выбор да там типа покупать шипер бокс полный или какими-то модулями я бы вас к что time и воли мы это вот обязательно но из ну окей ладно тоже обязательно все остальное по желанию если честно ну пану витс и краш можно тропать спокойно вообще даже не париться про это вот ну и конечно ради чего вообще часто шипер бокс я использую потому что мне если честно лень иначе все эти модули собирать цепочки это пресеты то есть пресетов просто вагон то есть тут по категориям есть почему-то мне тут не докачаны эти пресеты сейчас вот он наверно там скачает и сообщи тут тысячи пресетов но может быть в третьем нет но вот в шипер боксе втором у меня есть шипер бокс 2 тоже если что да что он тут много много не накачал вот если посмотреть второй шипер бокс вот так вот или второй шипер бокс кстати тоже multiband есть все нормально нету только аудио триггеров то тут этих пресетов 193 страницы где написано сколько этих пресетов сейчас с синкой там короче что-то какие-то 40 тысяч или чуть-чуть такое а это еще новых добавилось последний последнего раза короче там просто нереальное количество этих пресетов очень много много чего может поменять то есть можно просто сидеть вот и ковыряться в них до бесконечности ну да второй второй шипер бокс конечно уже такой немножко выглядит устаревшим по сравнению с третьим вот пресеты крутые то есть стоят прям просто и переключать вот к макруки откуда этот noise 2 шипер бокс вот ну и обычная чем мастер микс подкручиваю например надо вот как-то его автоматизировать и добавлять только в нужном месте вот ну и здесь иногда модули кита убираю то есть я работаю довольно лениво с шипер боксом хотя знаю так как он работает почти все знаю то есть как заметили я тут не не знаю каждую ручку то есть я не плагиновый задрот я но обычно понимаю изучая то что мне надо до в работе то есть но оставляю кучу еще там на эксперименты и на просто не забивайся головы лишним короче вот а так его кстати в клаву бесплатно раздавал тайм ну да тайм если есть по битвик его тоже у кого лицензии битвика есть они тоже бесплатно раздают волям я вот никогда не видел что бесплатно раздавали но он очень годный конечно вот так что это такие дела пользуйтесь шипер боксом надеюсь я вас убедил что это крутой плагин еще раз и его нужно ресэмплить ему нужно посвящать время желательно да то есть типа отдельное время чтобы по самом дизайне шипер бокс нужно ресэмпли то что получилось записывать и потом из этого выбирать какие-то адекватные кусочки потому что ну он 90 процентов от того что будет у вас генерироваться это будет хрень ну реально прям не юзабельная хрень который использовать вообще невозможно будет никуда но ради вот этих десяти процентов мы собственно говоря сидим потому что в нем иногда могут ральнуться такие штуки что вы просто офигеете как это круто звучит и ну что вы вообще в принципе сделали то то есть такой звук вот ради этого шипер бокса стоит держать ну или пресеты если лень разбираться тыкать и пресеты которых очень много не очень разнообразные ну и спи и получаете собственно изменение звука то всякие сбивки sound design layering можно делать шипер боксом короче не знаю вот не представляю как можно писать музыку современную без шипер бокса сегодня вообще вот так же такие дела надеюсь это видео было вам полезно не забывайте ставить лайкосики подписаться на все наши каналы на ю тубе в телеграме на наш общедоступный канал на наш эмпасис хаб вступить клуб вот этот наш премиальный чатик где мы все делаем всю движуху хорошего вам вечера и увидимся на днях всем пока респект спасибо что смотрели пока пока